МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доработать программу формирования кадрового резерва глава региона поручил руководителю аппарата Михаилу Васильеву. Изначально возьмем две основные наши, скажем так, отрасли. Это образование, здравоохранение, а дальше пойдем по всем остальным. Только у меня просьба это сделать не только узко по учреждениям, а сделать, чтобы был альтернативный канал подачи заявлений, с тем, чтобы мы могли протестировать и дальше уже заняться, собственно говоря, подготовкой и определенной ротацией. Аппарат администрации округа уже обратился к руководителям организации с просьбой довести информацию до коллективов и представить кандидатуры для включения в кадровый резерв. Форму обратной связи от каждого учреждения необходимо направить в управление государственной гражданской службой и кадров аппаратов срок до 20 февраля. На общественное обсуждение вынесено два законопроекта по вопросам реализации мер социальной поддержки граждан в Ненисском округе. Законопроекты размещены в разделе «Документы» на официальном сайте Собрания депутатов. Жители округа смогут ознакомиться с ними и направить замечания и предложения до 24 февраля. В соответствии с одним из законопроектов расширяется категория граждан, которым предоставляется мера соцподдержки в виде выплат части процентов за жилищный кредит, выданный для создания или приобретения жилья на первичном рынке. В данную категорию предлагается включить лиц, которые в период прохождения военной службы по призыву выполняли задачи в условиях чрезвычайного положения при вооруженных конфликтах и боевых действиях, установленных федеральным законодательством. Вторая поправка предусматривает внесение изменений в закон, согласно которым гражданам в возрасте 75 лет и старше собственникам помещений в многоквартирном доме будут возмещаться фактические расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт жилого дома. Оплата по факту в 2016 году для эффективного использования бюджетных средств в Ненецком округе меняется порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду. Таким образом, изменения предполагают исключение субсидий юрлицам и индивидуальным предпринимателям в порядке авансирования. Средства будут выделяться по факту выполненных работ. В прошлом году ПОКИТС и Ненецкая коммунальная компания в рамках подготовки к зиме получили из окружного бюджета порядка 42 миллионов рублей. В этом году для подготовки к прохождению осенне-зимнего периода предусмотрено порядка 46 миллионов. Ранее заместитель губернатора Ненецкого округа Алексей Кадалов призвал руководство предприятий, ответственных за подготовку предприятий к зиме, более ответственно подойти к разработке инвестиционных программ. Ожидается, что такой подход позволит улучшить показатели надежности, качества, энергетической эффективности коммунальных объектов рациональнее и эффективнее использовать как собственные средства, так и средства окружного бюджета. Сложные ситуации на зимнике требуют создания новой нормативной базы, которая будет рекламентировать работу дороги на Римарусинск. Разработать такой документ глава региона Игорь Кошин поручил своему заместителю Алексею Кайдалову. По мнению губернатора, в разработке регламента должны принять участие дорожники, службы МЧС, полиции, органы власти и общественность. Документ направлен прежде всего на обеспечение безопасности жителей региона, которые зачастую минуют рекомендации диспетчеров и отправляются в рискованное путешествие по зимнику в непогоду. Между тем, эвакуация людей с сезонной дороги обходится бюджетом в десятки, а то и сотни тысяч рублей. Все должны знать, что такое зимник. Когда движение по нему открыто, а когда закрыто, кто имеет право выезжать на трассу, кто имеет право перекрывать выезд на эту дорогу, кто содержит зимники и как. Художественная самодеятельность на тему «проеду-не проеду» приводит порой к тяжелым последствиям. В результате зимником занимаются буквально всем – администрация, прокуратура, главный федеральный инспектор, ГИБДД, МЧС, поисково-спасательная служба. «Давайте пропишем четкий регламент», – сказал Игорь Кошин. По словам Алексея Кайдалова, в ближайшее время такая нормативная база будет разработана. Между тем, отмечу, что зимняя дорога на Ридмарусинск закрыта для всех видов транспорта. Из-за аномально теплой погоды от нуля до плюс двух градусов функционирование снежной трассы невозможно, сообщили в компании подрядчики. К устранению последствий непогоды подрядчик привлек дополнительные силы из Усинского ДРСУ. Всего на трассе работает 30 единиц техники. В доме по улице Озерная, 16, в котором произошел пожар, обнаружены фрагменты тела. На месте пожарища работает следственная группа и выясняет личность сгоревшего. Труп обнаружен на втором этаже четвертого подъезда в квартире номер 23. Именно там началось возгорание, которое перешло на всю половину дома. Напомню, 8 февраля в половину седьмого вечера в доме по улице Озерная, 16, произошло возгорание. В результате сгорели два последних подъезда деревянного строения. До сегодняшнего дня считалось, что жертв в пожаре нет. Следующая рабочая неделя для россиян будет длиннее 6 дней. Трудящимся придется выйти на работу в субботу, 20 февраля. Зато понедельник, 22 февраля, будет выходным и в последней зимней неделе останется всего 3 рабочих дня. Благодаря этому страна будет отдыхать 3 дня подряд, включая 23 февраля, День защитника Отечества. При этом рабочий день 20 февраля, согласно Трудовому кодексу, должен быть сокращен на 1 час. Также стоит помнить, что на празднование Международного женского дня отведено сразу 4 дня с 5 по 8 марта. Такой подарок возник из-за переноса выходных дней 2 и 3 января на 3 мая и 7 марта соответственно. Трехдневной будет и рабочая неделя между майскими праздниками. На этом пока все. Далее прогноз погоды. Продолжение следует... Продолжение следует...